Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архиз24 программа «Здоровье» и я, ее ведущая, Динара Бадахова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. В Черкесске распахнул свои двери для пациентов новый филиал городской поликлиники. В день это учреждение может принять без малого полтысячи посетителей без очередей и задержек. На 8 тысяч квадратных метров там с комфортом разместились не только сотрудники поликлиники, но и других медицинских служб города. В новой филиале место нашлось для поликлинического отделения дневного стационара отделения реабилитации. Здесь оборудованный кабинет физиотерапии, ЭКГ, а также создан центр неотложной и амбулаторной онкологической помощи. Все находится в шаговой доступности. Кроме того, здесь теперь базируется Центр медицины катастроф и скорой помощи, Центр медицинской профилактики республиканского онкологического диспансера. Напоминаем, что у жителей города есть возможность прикрепиться к одному из двух филиалов поликлиники, который наиболее близок к месту их жительства. Более 29% россиян в июне 2022 года заявили, что доступность медпомощи за год выросла. В декабре 2021 года такого мнения придерживались только 19% населения страны. При этом почти вдвое стало меньше респондентов, отмечающих снижение доступности медпомощи. Такие данные получили во Всероссийском центре изучения общественного передает ТАСС. Кроме того, более 40% опрошенных заметили, что государство стало уделять больше внимания вопросам качества медицинских услуг. Доля тех, кто считает, что государство стало уделять меньше внимания этим проблемам, обратилась 27% до 17%. Смотреть можно, трогать нельзя. Туристов, которые отправляются по маршрутам в труднодоступных горных участках Карачаевского и Малокарачаевского районов, предупреждают, что живущие там суслики могут оказаться переносчиками чумы. Потенциальные природные очаги этой болезни разбросаны по всей планете. Есть они в нашем регионе и уже десятки лет, и за ними пристально следят специалисты Кабардино-Балкарской противочумной станции. Расположены они в труднодоступных горных местностях на 1,5, а то и на 3 километра выше аулов Учкулан, Верхний Учкулан, Хурзук, Карджур, Хасаут и Кичебалык. Поэтому даже у местных жителей шанс встретить зараженного суслика в повседневной жизни близок к нулю. Другое дело туристы, путешествующие по горам, но с ними сейчас проводят специальные разъяснительные беседы о необходимых санитарных предосторожностях. В первую очередь избегать контакта с этими милыми животными и не заходить в среду их обитания. А если же соблазн все же превысил здравый смысл, при возникновении любых симптомов необходимо сразу обращаться к врачу, ведь эффективный курс лечения этой болезни уже давно известен. К слову, те люди, которые по роду своей деятельности вынуждены регулярно бывать на потенциально опасной территории, давно защитены от этой болезни путем вакцинации. Это животноводы, это лесники, какие-то еще группы граждан. Они, местные жители вот этих населенных пунктов, которые присутствуют, они все провакцинированы. Существует вакцина, она защищает человека в течение одного года. Всем жителям этих аулов сделаны прививки в начале весны этого года, и они на год гарантированно защищают от заражения чумой, даже при контакте с больным животным или с плохой. И сразу скажу, поступают вопросы. Наши курорты, Архыз, Дамбай, например, Медовые водопады, они не входят в границы этого природного очага чумы, поэтому там у нас нет никакой опасности и необходимости проводить какие-то ограничительные мероприятия. Более подробно на тему чумы и не менее страшного заболевания обезьянь и оспы поговорим сегодня с гостем программы, руководителем пресс-службы управления Роспотребнадзора ПКЧР Еленой Ивановной Покровской. Здравствуйте, Елена Ивановна. Так ли уж страшны суслики в КЧР? Где их можно встретить и каковы правила поведения при посещении этих зон? Ну, прежде всего, сами по себе суслики не страшны, а очень милые животные. Но мы должны проявлять настороженность не только к ним, но, в принципе, к любым диким животным. Потому что в природе они живут обособленно, они навстречу людям никогда не идут. Как правило, навстречу, на контакт с человеком животное идёт, если оно нездорово. Это один из признаков заболевания бешенством. Но говоря о сусликах, чем они могут навредить человеку, мы в первую очередь упоминаем о таком страшном заболевании, одном из самых опасных инфекционных заболеваний, такое как чума. Дело в том, что на территории Северного Кавказа действует природный очаг чумы. Он состоит из пяти своих различных очагов. Ну, и один из них расположен на территории Кабардино-Балкарской республики, большая часть этого очага. Ну, и некоторая часть его распространяется на территорию Карачаева-Черкесской республики. Это высокогорья Малокарачаевского и Карачаевского районов. И как раз именно в этих местах высокогорных и обитают такие животные, как суслики. Сами по себе они безвредные, в принципе, но они являются резервуаром. Внутри их популяции обитает возбудитель чумы, чумной микроб. И блохи, которые паразитируют на этих сусликах, переносят это заболевание от одного теплокровного к животному, к другому, через укусы, через вот такой вот способ трансмиссивной передачи. А в каких субъектах еще в Российской Федерации есть резервары? Ну, когда мы говорим о чуме, у многих может возникнуть такое вообще представление, что это какое-то заболевание архаичное, что оно уже не встречается. Ну, на самом деле, да, заболевания людей бывают редко, особенно в нашей стране крайне редкие заболевания. Но, в принципе, сам возбудитель чумы, это микроорганизм, он никуда не ушел. Он существует в природе, существует, вот, как я говорила, уже среди диких животных. И на территории нашей страны, Российской Федерации, северокавказский природный очаг чумы не самый большой, он даже вот один из таких небольших очагов. У нас есть крупные природные очаги чумы в Горно-Алтайской области. Там эта часть, которая находится на территории РФ, тоже вот всего лишь небольшая часть природного очага. Большая часть этого природного очага находится на территории Монголии, которая граничит в этом месте с Российской Федерацией. В принципе, этот очаг настолько велик, что он занимает одну третью часть Монголии. Монголия, собственно, страна немаленькая, если посмотреть на карту. Также на территории Российской Федерации существует в Забайкалье природный очаг чумы, в Тувинске природный очаг чумы, в Волго-Уральске и за Уральске. Ну, это вот одни из крупнейших очагов чумы. И, в принципе, за всеми этими очагами чумы постоянно проводится мониторинг, наблюдения, изучения циркуляции возбудителя в этих очагах. Потому что любое природное заболевание, любой природный очаг, он то затухает, то активизируется, его активность повышается. И вот для того, чтобы правильно планировать профилактические мероприятия, чтобы этот возбудитель из природы, от диких животных не перешел на людей, а это вполне вероятно, и так и случались всегда эпидемии, и крупнейшие эпидемии в мире. Вот для этого специалисты Роспотребнадзора за этим следят. Дело в том, что в Российской Федерации система Роспотребнадзора это вертикально интегрированная система, которая управляет, и она занимается мониторингом и управлением за этими инфекциями. И вот если вы думаете, что Роспотребнадзор занимается только какими-то определенными текущими заболеваниями, о которых говорят, на самом деле нет. В составе Роспотребнадзора, кроме цитров гигиены, эпидемиологии, управлений, есть еще много научно-исследовательских институтов, которые, мы знаем, разрабатывают вакцины, изучают вирусы, микроорганизмы. А есть также противочумные станции, которые расположены как раз в этих природных очагах чумы. И вот наш природный очаг чумы, который на нашей территории находится, наблюдают специалисты Нальчинской, Кабардино-Балкарской, противочумные станции. Они ежегодно в летний сезон приезжают на полевые работы на протяжении тёплого сезона, месяцев, они наблюдают за сусликами, они берут пробы, как они называют, вычисы, короче, ну так специфические называются, короче, берут пробы биоматериала и проводят лабораторные ПЦР-исследования на выявление этого микроба. И вот в прошлом году, в летний период, во время летней вот такой экспедиции, в 11 пробах был обнаружен возбудитель чумы, микроорганизм. Поэтому мы говорим сейчас о том, что наш природный очаг чумы из спящего превратился в активный, он активизировался. Ну, исходя, и поэтому мы определенные меры профилактики принимаем. В наш век, век медицинских технологий, почему мы всё ещё говорим про опасность чумы и какие основные жалобы пациентов при заражении чумой? Ну, мы говорим об опасности чумы только потому, что это одно из самых опасных инфекционных заболеваний. Оно относится к первой категории, возбудители относятся к первой категории патогенности. В этой группе патогенности в первой только чума находится. Все остальные заболевания, которых мы знаем, там, холера, ну, множество других, они относятся уже ко второй группе патогенности. То есть чума – это самое грозное заболевание. Оно отличается огромной летальностью. Ну, существует несколько форм этого заболевания у человека. Это бубонная, легочная, септическая, первично-септическая и кожная форма проявления. Так вот в этих формах, в некоторых из них, например, легочная – самая страшная форма, там, если её не лечить, стопроцентная летальность. Вот. Кожная форма – одна из самых таких вот простых. Там случаи выздоровления чаще всего встречаются. Если не лечить первично-септическую форму, тоже 100%, 99% там летальности в этой форме. Но если лечить, а это заболевание бактериальное, и оно лечится обычными антибиотиками. То есть если в первые дни, как только начинается, появилась симптоматика заболевания, распознать, вовремя поставить диагноз и начинать лечить, то, в принципе, можно попасть в положительную статистику. То есть самое главное – вовремя выйти. Самое главное – вовремя выйти. Хотя в каждой из этих групп есть, даже если лечатся антибиотиками, всё равно есть процент летальных случаев. Ну и, естественно, самое важное, как мы говорим, современная медицина – это медицина профилактическая. То есть не лечить, а именно правильно комплекс профилировать эти заболевания. И тогда наибольшего успеха мы достигаем. К примеру, на территории нашей республики больше ста лет случаев заболевания чумой у людей не было. Это всё говорит о том, что правильно построен вот этот комплекс профилактических мероприятий. Вот говоря о том, что в прошлом году активизировался наш очаг чумы, что было сделано за это время? Ну, естественно, за это время в первую очередь были проведены семинары и занятия с медперсоналом. Потому что настороженность с медперсоналом – это очень важно. Потому что когда человек чувствует первые симптомы заболевания, он куда идёт? Он идёт к врачу. И врач должен понять, что с человеком творится. Симптоматика чумы какая? Ну, это, конечно, высокая очень температура, озноб, лихорадка, это интоксикация, общая интоксикация, очень сильная головная боль, мышечная боль, боль в суставах. Вот эти симптомы, что вам напоминают? Любое инфекционное, даже простудное заболевание. Дальше. У чумы характерна спутанность сознания, бред. У человека повышенная двигательная активность. Он бессимптомный и без причин куда-то бежит. Такие моменты. Дальше у человека могут быть со стороны желудочно-кишечного тракта появления. Это, прежде всего, сухость во рту, жажда, обложенный белым налётом язык. Дальше симптомы диареи с примесью крови. То есть правильная симптоматика этого заболевания, начальной стадии, необходимо сразу же вовремя начать лечить его. Ну а в дальнейшем, когда присоединяются более яркие симптомы заболевания, там уже прогноз, конечно, более сложный. Расскажите, как часто бывают случаи заражения у нас в России и в мире? Ну, нужно вообще-то коснуться далекого прошлого, когда чума вызывала огромнейшие эпидемии у населения. Вот, например, одна из эпидемий, которая отражена, документирована, одна из первых таких эпидемий, которых мы знаем, которая была в XIV веке. Так вот, по достоверным данным, 50 миллионов человек в Европе погибло от этой эпидемии. В 2010-2015 году, вот за эти годы в мире, это уже в наше время, заболели чумой 3248 человек. Из них 584 человека умерли. Ну, конечно, большинство этих случаев были зарегистрированы в Африке, в странах Африки. Но также случаи чумы очень часто встречаются в благополучной, развитой Америке. В Соединенных Штатах Америки ежегодно до 30 случаев чумы возникает. И причем, ну, периодически бывают до 2-3 случаев летальных случаев. Когда мы говорим о Российской Федерации, у нас, в принципе, это достаточно редкое заболевание. Вот одно из последних эпизодов заболевания были в горно-алтайском очаге чумы. Там, значит, в 2014-2015 годах заболели 3 человека. И вот это как раз тот случай, когда настороженность медработников в небольшом сельском населенном пункте обычный фельдшер сразу заподозрила заболевание у мужчины, который был охотником, он промышлял сусликами, и когда он тушку суслика, там, шкурку снимал, произошло заражение у этого человека. И вот первые признаки заболевания очень вовремя фельдшер выявил, и человека пролечили, и вот эти случаи, потом после этого заболели еще 2 подростка, и все 3 случая закончились выздоровлением этих людей. То есть вот в нашей стране, в Российской Федерации, крайне редкие случаи, и летальные случаи вот давно уже не было. Еще одна проблема, которая стала широко известна обществу буквально недавно, это обезьянья оспа. Расскажите, нынешние вспышки обезьянья оспы, почему они возникают? Ну, первый случай этого заболевания возник в 1958 году, и люди заразились от, ну, в общем, заболевание было зафиксировано в колонии обезьян. Это лабораторные животные, и вот это заболевание, ну, в их среде возникло, и тогда его описали, и это оно получило, соответственно, это оно получило название оспа обезьян, или обезьянья оспа, как мы называем. Случаи заболевания оспой обезьян в основном были, наблюдались среди жителей Африки. Там существует два подвида этого заболевания. Это заболевание оспа обезьян в Центральной Африке и Западной Африке. Оно немного отличается по летальности. Это одно более легкое, которое оспа обезьян в Западной Африке. Там летальных случаев всего лишь до 3%, 1-3%. И более серьезное заболевание, 11% летальности, это Центральная Африканская оспа обезьян. В основном, конечно, болели жители этих районов и заражались от животных в основном. Потом были эпизодические случаи заражения от животных, диких животных по всему миру. То есть при контакте с животными, заболевание распространяется, конечно, и при контакте с животными. В зоопарках, при каких-то вот таких вот контактах незначительных, при контакте со средой, в которой жили эти животные, когда касаются этих животных или подстилки, сена, были случаи заболевания среди людей. Но все они были такие вот эпизодические эти случаи. Но в последнее время оспа обезьян приобрела уже такую особенность, когда она передается от человека к человеку. В принципе, конечно, заразиться этим заболеванием достаточно сложно от человека к человеку. Это нужно быть в очень тесном и длительном контакте. Ну, такие случаи возможны. Но так большинство, конечно, заражаются людей от животных. И вот последняя вспышка, которая в 2022 году возникла, как раз-таки там она охватила примерно 59 стран. И здесь уже способ передачи от человека к человеку. Она охватила больше 9 тысяч человек. Но вот статистика говорит о том, что примерно среди тех людей 99,5% это молодые мужчины, 60% из них имели гомосексуальные связи, и 41% из них были больны ВИЧ. То есть получается, что при очень тесном контакте, в том числе и половом, которые длительные тесные заболевания, передаются от человека к человеку. Но в нашей стране был только зафиксирован, сейчас пока лабораторно подтвержден, только один единственный случай заболевания, это мужчина, соответствующих всех этих характеристик, о которых я говорила, он побывал за границей в одной из западноевропейских стран. Приехал и заболел в Санкт-Петербурге. Вот сейчас на повестке есть, ну, второй случай, но пока он лабораторно не подтвержден, ну, неизвестно, это заболевание или другое. Вот, в принципе, у этого заболевания общие признаки с многими другими экзантемными заболеваниями. Ну, экзантемные заболевания, я для зрителей объясняю, вы, конечно, знаете, это те заболевания, которые проявляются сыпью. К ним относятся корь, к ним относятся ветрянка, многие аллергические заболевания. Тот же сифилис также относится к экзантемным заболеваниям. Одно из проявлений их — это сыпь на коже. У них первые признаки успообезьян с этими заболеваниями очень схожи. Единственное отличие от всех этих безобидных заболеваний — то, что увеличиваются лимфоузлы человека больного успообезьян. Это вот такой дифференционный признак. А как мы можем определить обезьяннюю освою помимо клинических признаков? Помимо клинических признаков — это ПЦР-диагностика. И уже нашими специалистами Роспотребнадзора подготовлены тест-системы для диагностики этого заболевания. Они уже опробованы, они показали свою эффективность, они работают. И вот эти первые случаи заболевания, которые были, он был диагностирован с помощью наших отечественных тест-систем. А можем ли мы как-то предупредить распространение этого вируса о существовании вакцины? Ну, насчет вакцинации, вакцин пока от этого заболевания не существует. Но дело в том, что все ПОКС-вирусы, а успообезьян — это ортопокс-вирус, оно относится к этой группе инфекций, они имеют между собой перекрестный иммунитет. И вот есть такие теории о том, что те люди, которые прививались в свое время до 80-го года от обычной оспы, а мы знаем, что в 80-м году оспа была искоренена на территории вообще всего земного шара, и после этого прививки поголовные уже людям не делались. Так вот, то поколение, которое до 80-го года родились, все мы имеем прививку от этого заболевания. Вот существует теория о том, что она несколько смягчает течение заболевания. То есть человек заразится, но у него в легкой форме это заболевание пройдет. Возвращаясь к теме коронавируса, статистика этого заболевания медленно, но ползет вверх. Расскажите, какова позиция Роспотребнадзора по усилению противоэпидемиологических мер? Ну, в настоящее время мы пока только наблюдаем за заболеваемостью. Ну, на территории нашей страны она пошла вверх, и особенно это заметно на таких крупных городах, как Москва. Там уже значительные случаи, число заболеваний. На территории нашей республики также она незначительно поднялась, но она очень стабильно держится по сравнению с той заболеваемостью, которая была в разгар омикрона в начале этого года, когда у нас более 1000 человек в день в случаях было заболевание. Сейчас у нас 8-9-7 случаев заболевания. Если в июне это было 2-3, в июле это где-то в среднем 4, сейчас это 8-9 случаев заболевания. Но опять-таки, видите, медленно идет рост какой-то. И в настоящее время пока никаких рекомендаций по ношению масок, по ношению каких-то более серьезных ограничительных мероприятий, в общем-то, пока нет. Мы наблюдаем за заболеваемостью, но настороженность у людей должна быть. Если в первую очередь вы должны следить за сроками вашей ревакцинации, если проходит уже больше 6 месяцев, как вы сделали прививку, все-таки следует прививку это сделать. Хотя есть такое выступление специалистов, что настолько новый этот штамм омикрона, который начинает свое шествие, так называемый кентавр, его так прозвали в социальных сетях кентавр, это даже еще не медики дали, не медработники, не вуз. Это просто как-то вот так нарекли в социальных сетях люди, ну вот и пошло. Так вот, что касается этого кентавра, ну говорят о том, что нужно понаблюдать за ним. Может быть, он и уйдет уже от вот этого иммунного, иммунной защиты, которая нам дает эта прививка, вполне возможно. Но мы еще не знаем, насколько он мутировал и как эти мутации проявятся. Ну поэтому вот Всемирная организация здравоохранения, вот Роспотребнадзор, говорит, что нам нужно 2-3 недели для того, чтобы понаблюдать за симптоматикой. Но пока все случаи заболеваний, которые были, они в очень легкой форме проходят, как обычное ОРВИ. Но новый штамм уже констатирует его отличие от предыдущих тем, что он еще более заразный. Вот когда мы говорили, что омикрон очень заразный, то этот вот новый, ну а собственно этот кентавр, это одна из разновидностей омикрона, одна из мутаций омикрона. Он еще более заразным является. Но клиническая картина такая же, как и при предыдущих, да? Да, вакцина пока предыдущая, но особенность российской вакцины в том, что она очень быстро, ее можно быстро очень модернизировать, менять. Так вот, ну ученым нужно просто понаблюдать и эту вакцину немножко там скорректировать как-то. Наши вакцины хороши как раз тем, что они очень быстро корректируются. Спасибо вам большое за информацию. Будем надеяться, те зрители, которые нас смотрят, они прислушаются к вашим рекомендациям. А я тоже надеюсь, что люди будут относиться внимательно к себе и беречь свое здоровье. До свидания. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова